Добрый день, коллеги. Тема моего доклада – это изменение прочности кости после охлаждения. Меня зовут Архицкая Анна, я врач-общий онколог. И в силу своей специфики работы я оказалась в 20 различных клинических организациях, различных 20 городов России. И я вывела одну такую закономерность, то что лечение первичных опухолей костей и вторичных изменений костного аппарата, метастаза, что я имею в виду, в каждой клинике они лечатся по-разному. И всё это зависит не от каких-то там показаний, от каких-то чётких рекомендаций, а всё зависит от лидера отделения. Как лидер отделения сказал, как он ориентируется на свой опыт, так, в принципе, и проводится лечение. Поэтому даже сейчас, находясь здесь, мы не можем говорить не только о показаниях к оперативному вмешательству к кривовоздействию, мы не можем говорить даже о чётких показаниях оперативного вмешательства вообще каких-то метастатических поражений костей. И данный доклад – это часть большого исследования, которое мы провели. Наша работа состоит из двух больших экспериментов. Ой, прошу прощения. Первый эксперимент – это эксперимент, который посвящён обоснованию параметров кривовоздействия. Мы его делали, выполняли в НИИ онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Это ещё было НИИ в совместности с Георгием Ивановичем Гафтоном и с Георгием Георгиевичем Прохором, за что им большое спасибо. Этот эксперимент состоит из двух частей. И далее у нас как раз-таки эксперимент второй, который посвящён изменению прочности костей после криодеструкции. И для того, чтобы понять, какая прочность, как она изменяется, нужно понять, какой материал мы получили, то есть на каком материале мы делали исследование. Поэтому первую часть эксперимента я вкратце расскажу. Если мы говорим об эксперименте номер один, то наш эксперимент состоял из инвитро части и инзивива. По поводу инвитро. Мы использовали изолированные кости, и мы видим простые этапы. Это фиксация препарата, он находится в желатине, перфорация отверстия. После этого введение криозондов в перфоративное отверстие. Рядом расположены термоиглы, термопары для того, чтобы фиксировать температуру, которая образуется вокруг костного компонента. И дальше мы с вами видим формирование ледяного фронта. Вроде бы всё интересно, всё как бы хорошо прошло у нас. И здесь мы вообще уже вводили криозонд непосредственно в костно-мозговые каналы. И обратите внимание, что из форама нутриция происходит выхождение аморфного льда. И кость не треснула, кость не деформировалась. Она была такой, какая она была. И, конечно, создаётся впечатление, что кость очень прочная. Мы вообще со школы знаем, с университета, что кость там самая прочная, что у нас есть. Но нужно иметь в виду то, что это кость изолированная. Сосудов там сейчас нет. Молекулярные диполи воды, их меньше количества, нежели если мы берём кость в инвитро. Дальше исследование проводилось уже на восьми кроликах. Был передний латеральный доступ к бедренной кости. И, как вы видите, общие этапы этого эксперимента – это перфорация. Вы видите четыре отверстия в бедренной кости. Одно отверстие, второе, которое я указываю, оно будет… Оно предназначено для криозонда диаметром полтора миллиметра. А остальные отверстия были подназначены для термопара ИГЛ для того, чтобы фиксировать температуру. Пятиминутный сеанс гипотермии. После этого пассивное оттаивание. И ещё раз повторяем точно такую же ситуацию. Измеряли температуру. И в итоге мы получили общие выводы. Но в первую очередь кость обладает высокой механической устойчивостью. Это мы выявили на эксперименте инвитро. А костная ткань имеет относительно низкую теплопроводность. Действительно, это и есть. И если мы вернёмся назад на слайд, прошу прощения, то у отверстия третьего и первого температуру, если в центре, где был криозонд, установлен температура была минус 190 градусов, то уже в соседних отверстиях мы фиксировали температуру в области где-то минус 40 градусов. А если ещё дальше, отдаляясь примерно на 2 сантиметра, температура была практически уже подходила к нулю. То здесь, естественно, мы этим обосновываем низкую теплопроводность. Но при экспозиции более 5 минут на уровне минус 190 градусов барьерная способность кости снижается. И это очень плохо. Ледяной фронт начинает заходить на мягкие ткани. И понятное дело, что там же температурный режим должен быть другой. Что же мы получили через трое суток, если говорить о кроликах, после того, когда мы ушили рану, у многих уже мы видели картину патологических переломов после этого эксперимента. И выводили кроликов на 7-е и 55-е сутки. Что делали? Мы брали две бедренные кости. Ту бедренную кость, на которой не было кривовоздействия, являлась контрольной группой. Там бедренные косточки, где было кривовоздействие, это наш исследуемый материал, который нас, конечно же, интересовал, что же с ним происходило. В итоге у нас есть два контроля. Это на 7-е и на 55-е сутки. И уже материал под водителем гипотермии на 7-е и 55-е сутки. Какое же произошло изменение прочности? В первую очередь, стоит сказать вкратце о методике, как проводилось данное исследование. Это исследование уже проводилось на базе Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого под руководством Сушникова Виктора Александровича. И здесь мы видим, что косточки находятся в заливке эпоксидным компаундом. Это связано с тем, что косточки очень маленькие. Аппаратура, на которой это всё исследуется, будет громоздкая. Мы сейчас это увидим. Создавался вот такой препарат. Мы видим то, что сама косточка находится внутри него. И далее использовали микротведометр PM3. И вы видите здесь картинку алмазного интентера. Что происходит? Происходит сдавление этого препарата, который мы исследовали, с достаточно маленькой силой. И образуется диагональ от этого алмаза. И в результате чего мы должны узнать длину этой диагонали. И тогда мы уже рассчитаем, какова прочность косточки. Измерение диагонали производилось при помощи винтового окулярного микрометра. Что же мы получаем? Обратите внимание, здесь представлена схема, где значение диаметра отпечатка интектора на фрагменте кости, который является для нас контрольной группой. Здесь и седьмые сутки представлены, и 55-е. Конечно, мы видим лёгкую такую мозаичность структуры, но это то, что мы имеем. Это контрольная группа. Если мы берём значение диагонали отпечатка после креогенного воздействия, то мы видим, что есть некоторые точки соприкосновения, но, несмотря на это, мы также видим разбросанность данных. То же самое мы видим на 55-е сутки изменения длины диагонали отпечатка. Но опять-таки, если сравнить и привести это к общей таблице, то, что до и после креодеструкции, где это указано, то мы всё равно видим ту же самую мозаичную структуру. Она неполная, она неполноценна. К чему можно прийти? В первую очередь, исходя из первого нашего этапа эксперимента, то, что малоинвазивные креозонды на основе жидкого азота обладают высокой хладопроводимостью. И она приводит не только к повреждению кости, но, скорее всего, что, конечно, она будет приводить к повреждению мягких тканей, которые расположены вокруг нашего эксперимента. Зона снижения прочности соответствует локализации изотермы уровня минус 9 градусов до минус 15. Это вот уже мы стали доказывать на следующем эксперименте. Самое, наверное, интересное то, что снижение прочности носит мозаичный характер, и первые очаговые признаки остеомоляции проявляются к исходу первой недели кривого воздействия. То есть уже начиная с тех первых исследований, когда мы брали кость после 7 дней кривого воздействия, то здесь уже имеется снижение прочности, что, конечно, не очень хорошо. Кость после криводеструкции сохраняет способность к регенерации, но к исходу второго месяца не устанавливает свою прочность. И последнее полное промораживание поперечника кости к условиям естественного проведения пациентов неизбежно приведет к патологическому перелому кости. Я чуть-чуть отойду от этих данных, потому что мне было интересно узнать, а в клинике принимаются ли, там, где была, в каких городах, применяются ли креогенные воздействия именно на костные компоненты, какие есть результаты. Честно, применяются очень редко, очень мало из-за страха, потому что впервые, когда были выполнены в каких-то клиниках эти креогенные воздействия, встречались именно патологические переломы. Ну что может придумать хирург, допустим, ортопед, который занимается этим впервые, он увидел эту проблему впервые? Конечно, говорят о металлоконструкции, то есть сразу выполняет креодеструкцию, выполняет металлоконструкцию, каким-то образом это пытается сопоставить, но в итоге все равно проблема остается. И из-за того, что техника становится более сложным, от этого врачи отказываются. Помимо этого, мне повезло, я была в Астрахани, к несчастью, я приехала поздно, но это чисто потому, что это намного поздно. Я была в клинике, где занимался профессор Демичев исследованиями креогенного воздействия на костный компонент. И там, к примеру, они очень любят остеосинтез, они очень любят ставить пластины, выполнять, они очень любят использовать аппарат Элизарова для того, чтобы конечность каким-то образом иммобилизировать. Эти вопросы остаются открытыми, и мы видим то, что в нашем эксперименте мы приходим к такому выводу, что прочность кости, она, конечно же, снижается при криогенном воздействии. И этот вопрос будет открытым до тех пор, пока мы не придумаем способ, как дождаться полной регенерации костной ткани, если это будет возможно. Я хочу поблагодарить, в первую очередь, организаторов за то, что меня пригласили. И я бы очень хотела поблагодарить Георгию Георгиевичу Прохорову за то, что мы выполнили достаточно большое количество экспериментов и получили сложные результаты, которые, возможно, можно будет решить. Георгию Ивановичу Гавтона, потому что мы делали первую часть экспериментов в его отделении Виктора Александровича Сушникова и Анну Сергеевну Атемьеву, потому что после нашего эксперимента часть костей она исследовала патоморфологически, и мы уже получили результаты, и вот передо мной выступали докладчиками. Всем большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Иль, пожалуйста, вопросы. Вот мы с вами тоже очень редко видимся, как эта жизнь складывается. Вот эта мозаичность, она с чем связана? Это были разные участки ледяного шара и в разных участках ледяного шара? Или эта мозаичность вообще никак не связана с изотермами? Эта мозаичность, скорее всего, что связана, если первично в контрольной группе мы эту мозаичность видим, то это связано в первую очередь со строением самой кости. Плюс это, конечно, могут быть и некоторые ошибки в плане измерения, но это не связано с ледяным фронтом никаким образом. Но это же сама биология, это же кости там так, клетки расположены, разве нет? – Анна Андреевна, вот вареная, пустая, мертвая кость, вы говорите, свою прочность сохраняет, а живая теряет. – Да. – Почему такая разница? – Так разница, во-первых, то, что если мы берем кость изолированную, там не находятся сосуды кровеносные, а они-то хорошо прободают к артикальной слои, да и вообще полностью кровоснабжают кость. Это раз. А во-вторых, если мы говорим о изолированной кости, то количество водного компонента все равно же там будет ниже, нежели в кости, которая находится в животном, которое мы исследовали. – По-моему, как-то выключено. – Нет? – Ну, Анна Андреевна, вот вам предстоит защита кандидатской диссертации. – Не знаю, да. – А ключевым отличием мертвой и живой кости является кровоснабжение. Кровоснабжение как-то изменилось после кривоиздействия в кости? – Конечно, изменилось. – А как? – Там происходило микротомбирование сосудов. – Так, может, это самое главное? – Конечно, это самое главное. – Спасибо. – Вы просто не в этом спрашиваете. – Еще вопросы, пожалуйста, к Анне Андреевне. – Спасибо большое. Ну, нет, ничего. – Да не страшно, что уж вы так-то. У меня такой практический вопрос. – Судя по результатам ваших исследований, на протяжении двух месяцев кость все равно еще остается unstable, да? – Остается. – Таким образом, можно сделать вывод, что если мы, к примеру, с палеотивной целью проморозили у пациента, ну, допустим, бедренную кость, то мы должны обеспечить ему иммобилизацию, пока нет других данных, минимум на два месяца, правильно? – Да. – То же самое относится и к другим там костям. Я правильно понял результат? – Да. – Спасибо. – Не за что. – Мы, в принципе, на кроликах пытались иммобилизировать косточку, но это было достаточно тяжело делать. – Анна Андреевна, можно я чуть-чуть по-другому отвечу на вопрос? – Можно. – Дело в том, что выполнить иммобилизацию пациенту после криодеструкции метастатического поражения бедренной кости на два месяца – это жестоко, не нужно, и это будет вредно. Это пойдут тромбофлебиты, осложнения и прочие беды. Поэтому, когда мы выполняем такие процедуры, мы думаем о том, сколько и как нужно проморозить, чтобы метастаз уничтожить, а целость кости сохранить. Потом, надо сказать пациенту, что не надо прыгать с табуретки, не нужно бегать и играть в футбол, нужно себя поберечь. И вот знание того, что вот вы сделали, нам очень помогает в клинике. Пожалуйста, чаще бывайте в клинике, а то вы нас совсем в эксперименте утянете. – Я путешествую. – Спасибо. – Спасибо большое. – Очень ценные данные. Мы впервые получаем точные количественные сведения о твердости кости и мозаичности изменений после кривовоздействия. И связано это с нарушением крововорощения в кости. Со стороны надкосницы иногда сосуды сохраняются, а нутриционные сосуды магистрального типа, которые внутри кости, могут быть повреждены. И с этим связана определенная непредсказуемость. И это требует особой осторожности, когда мы идем на палеотивную противоболевую криодеструкцию при метастатическом поражении костей. Надо быть тут очень осторожным. Спасибо еще раз, Анна. – Просто тогда, одну секунду. Если мы говорим о магистральных сосудах, получается, что мы говорим преимущественно о трубочных костях. То есть мы же можем выполнять… То есть если это плоская кость, к примеру, там же другое будет кровоснабжение. – Ну, с плоскими костями проблем нет. – Да, то есть здесь проблем не будет в этом. А если это длинные кости, там магистральный сосуд, действительно, будет проблема. – Конечно. Речь о попорных костях, конечно. Спасибо еще раз, вы меня хорошо поправили. Пока. – Спасибо. – Хорошо. –… – Спасибо.